Уход за полостью рта. В процессе эволюции человека зубы научились выдерживать большие нагрузки. Но, даже этого сегодня им не хватает. Качественный уход за зубами заключается в их ежедневной чистке и периодическом посещении стоматолога. Правильная гигиена полости рта – это уход за зубами с помощью щетки и зубной пасты. Два раза в день очистка зубов от остатков пищи и налета сразу после ее употребления. Регулярный осмотр полости рта и профессиональный Уход в кабинете стоматолога. Важной составляющей правильной гигиены полости рта является чистка зубов. Но нужно не только регулярно чистить зубы, но и делать это правильно. Зубную щетку необходимо держать под углом 45 градусов к поверхности зуба. Кроме того, необходимо правильно передвигать зубную щетку по поверхности зуба. Нижний ряд чистится снизу вверх, а верхний наоборот. То есть, движения зубной щетки должны быть одесны к поверхности зуба. Зубы чистятся в следующей последовательности. Сначала необходимо почистить их с внешней стороны, затем перейти к внутренней части. А закончить чистку на жевательной поверхности зуба. Запломбированные зубы самые слабые, поэтому их чистке нужно уделить более внимания. При чистке зубов необходимо уделить внимание языку. Кроме того, нужно осуществить массаж десен. Утром воспользуйтесь пастой с отбеливающим эффектом, а вечером зубной пастой на лечебных травах. После каждой трапезы, особенно такой, которая включает в себя сладкие блюда, необходимо очистить рот от остатков сахара. Для этой цели можно воспользоваться жевательной резинкой. Но не стоит ее держать во рту долго. Десяти минут будет вполне достаточно. Для очистки зубов от застрявших кусочков пищи придумана специальная зубная нить. Ей также можно воспользоваться для ухода за полостью рта после приема пищи. Средства гигиены полости рта. Основа гигиены полости рта – это очистка зубов от остатков пищи. Для этой цели используется зубная паста, зубная щетка, зубная нить, зубочистки и ополаскиватель полости рта. Для того, чтобы качественно ухаживать за зубами, необходимо правильно выбрать средства для такого ухода. Особое внимание нужно уделить выбору зубной щетки и пасты. Щетка подбирается по степени жесткости. Если вы боитесь травмировать зубы, выбрав неправильную зубную щетку, то лучше обратиться к стоматологу. Специалист подберет этот предмет гигиены, основываясь на осмотре ваших зубов. То же самое касается и зубной пасты. Ультразвуковая очистка зубов В последнее время очень популярна процедура ультразвуковой очистки зубов. С помощью этой гигиенической процедуры можно очистить зубы от темного налета. Такой налет может быть вызван употреблением кофе, чая и курением. Но даже у тех людей, кто не злоупотребляет этим, со временем зубы могут потемнеть. Обезопасить себя от этой проблемы можно с помощью ультразвуковой чистки зубов. Удаление налета и зубного камня с помощью ультразвука сегодня является самой эффективной процедурой чистки зубов. В любом современном стоматологическом кабинете есть ультразвуковой скейлер, с помощью которого такая процедура и проходит. Удаление налета и зубного камня при помощи такого прибора это безболезненная процедура. С помощью ультразвуковой вибрации, действующей на зубы, можно добиться удаления не только видимых глазоотложений, но и тех, которые невозможно обнаружить даже с помощью специальных средств. При ультразвуковой чистке эмаль зуба абсолютно не повреждается. Больше того, очистившись от отложений, зубная эмаль лучше впитывает питательные вещества и зубной пастой пищи. Лечение полостерта, к сожалению, не всегда возможно добиться здоровья полостерта только с помощью ухода и профилактики. Иногда приходится прибегать к лечению. Проблемы зубами и деснами могут появиться вследствие наследственности употребления различных медицинских препаратов, острой пищи, алкоголя и развития различных инфекционных заболеваний. Заболевания полостерта классифицируют на инфекционно-воспалительные, вирусные, грибковые. К инфекционно-воспалительным процессам полостерта относят фаренгит, воспаление слизистой оболочки горла, гласит воспаление языка, генгивит, воспаление десен и стоматит, воспаление слизистой оболочки полостерта. При симптомах этих проблем необходимо получить квалифицированную помощь у специалистов. К вирусным заболеваниям полостерта относят герпес и папилломы. Избавиться от этих проблем полностью невозможно. С помощью терапевтических методов можно устранить проявление этих заболеваний. Кандидоз полостерта Кандидоз полостерта – это заболевание, которое вызывается действием дрожжеподобных грибов, сапрофитов. Вследствие чего на слизистой оболочке полостерта и языке проявляется белый налет. Такой налет, как правило, не вызывает болезненные ощущения. Но если его вовремя не выявить и не начать лечить, кандидоз может разрастись и на другие органы. Кандидоз полостерта может быть вызван неправильным питанием, снижением иммунной системы, работа во вредных условиях труда и тому. Подобное лечение и кандидоз за полостерта происходит при помощи различных медицинских препаратах. Самыми популярными из них являются такие противогрибковые препараты, как нестатин или ливарин. Профилактика кариеса Кариес – это медленно прогрессирующий патологический процесс разрушения твердых тканей зубов. В переводе с кариес латыни означает «гнение». Многие специалисты считают кариес эту болезнь зубов бичом современного общества. Считается, что на развитие этой болезни повлиял современный рацион питания и низкая экология. Сегодня считается, худшими факторами, влияющими на развитие кариеса, является неправильно сбалансированное питание, наличие. Вредных соединений к питьевой воде, социальные и климатические условия. Для того чтобы снизить развитие кариеса необходимо правильно питаться, использовать для питья чистую воду и осуществлять регулярный уход за полостью рта. Остатки сахара на зубах приводят к разрушению их эмали. Для того чтобы предотвратить кариес необходимо чистить зубы после приема пищи, употреблять твердые фрукты и овощи, они обладают очищающим зубоэффектом и увеличить потребление фторосодержащих продуктов. Фтор – это минерал, который является эффективным оружием против кариеса. Профессиональная гигиена полости рта. Профессиональная гигиена полости рта – это комплекс мер, направленный на уход за зубами и деснами, проводимые в специализированных учреждениях. Эту процедуру осуществляют стоматологи-парадонтологи или стоматологи-гигиенисты. При первичном обращении к специалистам для осуществления профессиональной гигиены полости рта они осуществят осмотр и определят наличие проблем, связанных с зубами и деснами. Затем стоматолог разработает комплекс мер, связанный с решением выявленных проблем. Профессиональную гигиену полости рта входит обучение правильному уходу за зубами, подбор средств гигиены, очистка зубов от отложений и другие мероприятия. Для того чтобы содержать зубы здоровыми и красивыми, необходимо регулярно посещать стоматологический кабинет. Профессиональный осмотр полости рта поможет выявить большинство проблем на ранней стадии, что существенно упростит их решение. Будьте здоровы!